Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» Татьяна Дмитриева. Как вовлечь граждан в развитие города? Какую помощь в решении конкретных проблем ЖКХ можно получить, привлекая общественные организации? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии руководитель ассоциации ТСЖ, ЖСК и Советов МКД Самарской области Ирина Кочуева. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Вот совсем недавно закончила Университет Общественной Палаты Российской Федерации свою работу. Что это такое за мероприятие? Я знаю, что вы принимали в нем участие. Да, я была приглашена принять участие именно в числе 160 лидеров со всей Российской Федерации. Общественная палата Российской Федерации проводила гражданский университет, можно назвать так, именно Университет Общественной Палаты. Где лидеров общественного мнения учили, тренировали, давайте назовем даже так, на предмет короче и яснее доносить свои идеи, это прежде всего, отставить свою точку зрения и доводить до результата общественной инициативы. Потому что, как показывает практика, у нас очень много инициатив и действительно много инициативных людей. Но зачастую люди не всегда видят все варианты решения для того, чтобы свои инициативы довести до точки. И здесь очень важно, и на это был отдельный упор в мероприятиях общественной палаты, когда говорили, как добиться результата, как показать результат, и что надо делать, если что-то с результатом не так, вот так назовем. Поэтому инициатива, она хорошо, но важно, когда она доходит до какой-то логической точки, и действительно мы приходим к решению проблем не конкретного одного человека, не самопрезентацией занимаемся, а решаем именно публичные интересы для широкого круга лица. Да, потому что, вот хотела узнать ваше мнение, как эксперт, отношение к общественникам, оно как-то меняется? Потому что раньше было так, ну общественник, ну что он сейчас поговорит, расскажет, выскажет, там пошумит даже и уйдет. И все, все дальше как шло, так и ехало. Да, на самом деле это такая точка зрения была. Конечно, кардинально изменилась ситуация, начиная с майских указов 2012 года, когда общественные инициативы, подчеркиваю, реальные общественные инициативы, которые приносят пользу не одному конкретному человеку, о группе людей, опять же таки определенному слою граждан, стали поддерживаться, более того, не стали финансироваться путем президентских грантов, и отбираются не просто идеи, а отбираются реально проекты, которые могут принести пользу. И действительно сейчас и общественная палата Российской Федерации, и мы с вами уже, наверное, третий год услышали в послании президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, что многие общественные инициативы, обкатанные на общественности, впоследствии притворяются в жизнь, и действительно они реализуются уже как государственные задачи. Потому что именно общественность должна донести, по сути, государственникам, то, что на самом деле нужно людям снизу. Именно общественность фактически сейчас является общественной организацией, и лидеры общественного мнения могут транслировать точку зрения действительно каждой насущной проблемы. Да. А какие механизмы доведения вот этой инициативы до реального исполнения? А механизм существует несколько. А механизм существует несколько. Это, конечно же, прежде всего отработка практических каких-то вопросов, именно практических. Но вот в нашем случае могу привести, как один из таких, знаете, ярких показательных примеров, который и сейчас будет приносить пользу, действительно, и уже принес пользу. Это выработка механизма согласования с собственниками многоквартирного дома открытия на первых этажах, опять же, каких-то нежилых заведений. Неважно, пивной это магазин, или это парикмахерская, или детский сад. Но в жилищном кодексе в 2005 году было заложено, что обязательно согласование с собственниками. Но напрямую, вот прямо вот, чтобы было написано раз, два, три, нигде не было. И многие чиновники всегда как говорят о том, что, ну вот нет же у нас в жилищном кодексе этого напрямую, вот такого указания, значит, требовать согласия собственников нет необходимости. Мы в 2015 году вместе со старшим по домам, соответственно, по двум адресам тогда, сейчас уже больше адресов, отработали через суд, что закон-то есть, и его можно применять. И действительно незаконно, когда они согласовали с собственниками пресловутые пивные магазины, или просто, например, перевод жилья не в жилье, пробили фасад, непонятно зачем, на основании чего. Соответственно, практику судебную доказали. Вот сейчас, в декабре, в ноябре, в декабре, я откатала семинары, уж извините за термин, семинары непосредственно в райсоветах, где действительно все подтвердили, что эта проблема есть. Но не надо доводить до суда. Не надо доводить до суда, надо требовать согласия. А есть возможность без суда решить эту проблему? Да, да. И у нас с вами буквально в начале декабря уже началась эта волна, когда у нас райсоветы непосредственно, ну не столько райсоветы, сколько администрации, поскольку это полномочия ушли в районные администрации теперь, сколько они внутригородские районы. Администрации районов в свое постановление, первый у нас с вами Кировский район, за что отдельное спасибо, что они действительно у себя уже это сделали, когда они в свое постановление о при выдаче разрешения при переводе жилого в нежилое требуют согласия собственников. Естественно, это сделано совместными усилиями, мы подняли этот вопрос на комиссии по коррупции, то есть есть такая у нас с вами веновственная комиссия при главе города. И когда это прошло через протокол, когда это прошло через поручения Олега Борисовича Фурсова, когда это прошло через то, что действительно это необходимо, у нас с вами Кировский район сейчас принял, я думаю, другие районы тоже поддержат, и теперь уже об этом можно говорить как о случившемся факте, да, год, наверное, это, ну не знаю, много или мало, но до этого лет 10 никто не мог с этой проблемой вообще ничего сделать. Сейчас при переводе жилого в помещение в нежилое обязательно согласие собственников приносить, обязательно протокол, и это в постановление у нас с вами добавили, потому что жилищный кодекс об этом тоже говорит, он говорит об этом, и важно теперь, что этот механизм начал работать, что прежде чем открыть теперь на первом этаже что-то, нужно спросить собственников, хотят собственники этого или не хотят. И поэтому до суда теперь доводить не надо, я думаю, все районы теперь тоже подключатся, и в свои постановления о переводе жилого в помещение в нежилое это включат, и пивнушки у нас, если и будут появляться, то исключительно, наверное, теперь места... Согласие собственников, и, естественно, наверное, со встроенными туалетами, а не чтобы туалеты были в подъездах, извините. Да, вот есть еще несколько общественных организаций, ТОСы, Общественные советы районов, и до сих пор люди путают. Там ТОС, думают, наверное, что для чего непонятно, Общественные советы района тоже, чем они, с какими проблемами туда обращаться, что могут решить вот эти общественники. Если можно, расскажите, что можно решить, какие конкретные проблемы и в сфере ЖКХ благоустроиться, при помощи ТОСа? При помощи ТОСа можно... Вы знаете, на самом деле, при помощи практически любой общественной организации профильной, у которой в уставе это указано, ТОС — это специальные формы, территориальное общественное самоуправление. Они больше направлены на то, чтобы решать проблемы жителей в части, скажем так, организаций, в том числе каких-то придомовых ситуаций, но не в доме, а именно касаемых большого количества людей. ТОС — это общественная организация, которая собирает жителей, чтобы опросить их, в том числе на предмет какой-то общественной инициативы. Конечно, более интересная форма, и я думаю, что мы здесь соединим это ТОС и Общественный совет микрорайонов, которые в Самаре были созданы еще в 2015 году, а в Тольятти еще в 2013 году, извините. Это, конечно, внедрение 212-го федерального закона в общественном контроле. То есть когда у нас с вами жители через ТОС, через Общественный совет микрорайонов, через любую другую, опять же, если в уставе у этой организации есть такое право, начнут контролировать на постоянной основе работы муниципальной по благоустройству. Просто в качестве примера, в 2013 году в Тольятти ТОС и Общественные советы кварталов и районов были выбраны. В 2014 году в Тольятти подписали соглашение между Думой, мэрией Тольятти и общественными советами. И на постоянной основе, то есть вот фактически сейчас тоже можно говорить о результате, за три года Общественные советы Тольятти вместе с городской администрацией и с Думой контролируют исполнение работы по благоустройству. В общей сложности за эти три года получилось на полмиллиарда рублей. И эти деньги ушли на благоустройство. И люди понимают, куда они ушли, понимаете? Да, конечно, если сравнить в процентах, это, наверное, не так много. Но в качестве механизма, что он работает, и именно об этом я тоже говорила, соответственно, и в Общественной палате Российской Федерации, и на Российском фронте, когда был форум, вот буквально тоже вот в 20 числах ноября... Да, я включила телевизор, вас перебью, и вдруг вижу, сидит Ирина Николаевна, напротив нее стоит Владимир Владимирович Путин. Ну вот как-то так получилось, да. И да, вот обязательно спрошу, когда к этому придут. Действительно, да, это было, мы представляли опыт, там были просто не только же большое пленарное заседание, там были и межсекционные заседания, скажем так. Мы представляли опыт Тольятти как вариант, и опыт Самары уже, то есть опыт Самарской области по созданию и механизму, о чем в послании 1 декабря было сказано, когда, товарищи, давайте разработаем механизм включения жителей в решение вопросов благоустройства. Так вот, этот механизм фактически сейчас есть, его нужно просто транслировать и понимать, как его отрабатывать. А механизм простой. Юрлицо в виде общественности, и в данном случае общественность, извините, с уставом и печатью, с ней уже сложнее спорить и отмахиваться от нее. Естественно, когда мы говорим воля, а эта воля есть у нас в Самарской области, у всех муниципалитетов фактически, дать часть контроля за исполнением муниципальных контрактов действительно общественности. В результате у нас с вами может получиться ситуация, действительно получится, что мы с вами будем получать спильные деревья там, где нужно, а не там, где получилось. Опять же-таки, лавочки там, где нужно, а не там, где получилось. И, знаете, есть очень хорошая старая народная пословица «один ум заработать, а два ум извести». Так вот, нам с вами общественность здесь и нужна в виде организованной общественности, чтобы мы с вами вместе понимали не только, куда деваются деньги, а как эффективно они тратятся. И этот механизм в Самарской области есть. Его надо просто начинать аккуратно, повсеместно внедрять. И тогда и райсоветы, и общественные советы микрорайонов, и ТОСы, извините, будут действительно инструментом контроля, гражданского контроля, общественного контроля. Потому что люди хотят знать, куда уходят их налоги. Тоже, вы знаете, недавно, наверное, своевременно, не своевременно, прочитала выражение Маргарта Тэтчер, нет денег государства, есть деньги налогоплательщиков. И налогоплательщики мы с вами. И если мы это будем реализовывать через механизмы, а важно, что теперь, опять же-таки, еще раз повторюсь, и, соответственно, считаю, что это очень важно, что 1 декабря в послании Владимира Владимировича Путина прозвучало о том, что включайте общественность, разработайте механизмы, и в протоколе поручений на основании послания уже есть, что до, дай бог памяти, до 1, по-моему, июня 2017 года этот механизм должен быть разработан. Я думаю, что мы свой механизм тоже уже, я уже его передала, соответственно, дальше посмотрим, как он у нас получится к внедрению, и что с этим будет. А если посмотреть на другую сторону медали, есть такое мнение, что решить проблемы города, ЖКХ и так далее хотят за счет активных горожан, собственников жилья и так далее. Почему это так? Потому что мы все платим деньги, есть специалисты, которые должны этим заниматься. Причем тут активность горожан? Вот общественные инициативы, они выдвигаются только активными людьми. Вот как вот найти здесь какой-то консенсус, чтобы палка, не перегнуть палку, скажут, вот вам нужны эти собственники, вот вы давайте эти инициативы выдвигаете, контролируете, делаете. Я понимаю, о чем вы говорите. Просто здесь ситуация ведь какая. Смотрите, опять же таки, даже находясь на любом государственном посту, муниципальный, государственный служащий, просто, как вот принято говорить чиновникам, мы говорим, это вот они, это вот мы. Нет, мы все одно государство. И задача-то через общественность отработать механизм, объяснить в том числе, соответственно, государственной власти в широком смысле слова, что, товарищи, вот этот механизм, извините, через депутатский корпус, эти механизмы действительно, собственно говоря, начать внедрять в жизнь или принять какие-то постановления, какие нужно. Ведь, напомню, у нас с вами в 2015 году у первых, у первых действительно общественным советом микрорайонов дали право инициативу, правотворческую инициативу в Самаре. В Тольятти у общественных советов этого нет. То есть в Самаре мы пошли чуть-чуть дальше, но пока еще не внедрили механизм контроля. Ведь очень важно, какой момент. Законы все написаны, а общественность нужна для того, чтобы эти механизмы запустить. Нельзя в каждом законе прописать вот все полностью, правильно? Нужно через общественность механизм придумать, откатать, запустить и дальше транслировать. В этом случае мы с вами будем понимать, что действительно и люди поймут, куда что девается, и с другой стороны орган власти будет понимать, зачем ему нужна общественность. А поскольку интересы у всех единые, государственные, одно государство, извините, то мы действительно будем эти проблемы решать при помощи всех инструментов. Просто маленький пример. У того же депутата в рамках, неважно, райсовета, горсовета, назовем так, губернской думы, по 131-му федеральному закону, ну, если мы говорим именно о райсоветах и гордуме, нет права принимать участие в этих общественных работах. Нет такой возможности. Здесь закон запрещает, или, скажем так, прямо не указывает. А общественности есть прямое право принимать участие через, например, общественные советы и микрорайонов. И у нас получается как? Человек сначала общественность, потом он с вами у нас может быть или депутат, или ведущий, правильно? Но как общественность он имеет право принимать участие в управлении государством в широком смысле слова. Понятно. Я общалась с архитекторами Москвы даже, и для них сейчас такие последние тенденции очень важна инициатива общественная горожан. Вот в принятии таких или иных любых вот решений очень важно, чтобы горожанин был такой, даже квалифицированный горожанин такой. Насколько в Самаре вот это важно? И есть ли такое движение, которое вот это поднимает в горожанах, чтобы вот эту активность выводить? На самом деле, давайте опять же вспомним опыт 15-го и вот сейчас уже 16-го года. Фактически у нас с вами в 15-м году была уникальная возможность, и все активные жители, кто захотели этим воспользоваться, они смогли это решить. Это, конечно, скажем так, снижение уровня местного самоправления совсем на такой, извините, совсем к земле. Когда у нас с вами выбраны райсоветы. И сейчас действительно каждый депутат райсовета в том или ином качестве может работать или понять, что делать. Другой вопрос, что, еще раз повторюсь, очень важно, чтобы этот механизм в руки был передан. И здесь нужна общественность. Другой момент, абсолютно другой момент, что категория активных граждан, ведь вернемся к началу разговора Общественная палата Российской Федерации, они же не собирали общественные организации, они собирали лидеров общественного мнения. И сейчас ведь задача стоит не только в том, что вот обязательно все должны быть общественной организацией. Нет. Это может быть активный гражданин, который применит те или иные инструменты и придет в общественную палату, например, Самары, в общественную палату Самарской области, в городскую администрацию. Но он сформулирует запрос. Он поймет, для чего нужна его инициатива. Потому что очень просто. Еще раз, мы научились зарабатывать деньги в том или ином смысле. Мы научились даже уже эти налоги платить. Мы, наверное, кто-то уже даже пользуется социальными налоговыми вычетами и умеет это делать. Но управлять государством все вместе мы пока еще не научились. А деньги-то наши. Деньги граждан прежде всего. И если мы с вами не будем эффективно контролировать те же муниципальные закупки, если мы с вами не будем контролировать государственные закупки, если мы не будем включаться в процесс, как говорится, управления этими деньгами, ну, опять же таки, как в любимом моем примере, вы что, и есть за меня будете? Ага. В старом мультике нашем советском. Ну, если подойти уже к конкретным таким тоже примерам на бытовом уровне решения какой-то конкретной проблемой ЖКХ, здесь как общественники могут помочь, если никак вот собственник жилья не может с какой-то конкретной проблемой у себя справиться. Нужно ли обращаться в окончательный организм? И смогут ли они квалифицированно, нормально, довести дело до ума и решить проблему? Ну, вот смотрите, мы же в качестве, опять же таки, примера, вот те самые пресловутые переводы жилого в нежилое, законные и незаконные. А если бы не было жителя старшего по дому, который, мы как общественная организация ходили в суд, заявителем был непосредственно старший по дому, чье право нарушено. Наша задача была вместе с ним это сделать. Ведь самая основная проблема, какая у нас осталась, и вот с этим нам придется всем вместе, извините, менять свое мировоззрение, как бы не прозвучало это сейчас так сильно, это вопрос в том, что за нас никто ничего делать не будем. Мы можем научиться делать, мы можем делать вместе с кем-то, но надеяться, что за нас кто-то чего-то сделает, то за нас это будет кто-то чего-то и получать. Соответственно, если говорить о конкретной квартире, возникает вопрос, почему общественность должна решать проблему только одной квартиры? Если это касается подъезда, если это касается общей собственности, потому что в противном случае, если это ваша собственность, а у нас, как ни крути, извините меня, чуть ли не, наверное, на мой взгляд, одна из самых уникальных ситуаций в рамках всех, наверное, стран, когда по итогам Советского Союза каждый получил тот или иной кусок собственности, он его получил, и это имущество чего-то стоит. 25 лет в этом году, извините меня, приватизация, которая каждый год продлевается, потому что все понимают, если ты хочешь получить собственность, получи. Поэтому фактически ведь, если говорить, нужно ли обращаться в общественные организации или нет, нужно обращаться, это первое. Второе, конкретизировать проблему. А третье, понимать и доводить дело до конца. И не ждать быстрых результатов, и не ждать, что за тебя сделают. А делать всем вместе, объединяться в четкое понимание, что мы хотим, опять же таки, понимать, что мы хотим проконтролировать, и получать эту услугу. Получать ее качественную государственную услугу на всех уровнях. Да, вот еще по качеству услуг. Слышала тоже мнение депутатов, что у нас недостаточно разработан механизм, влияние и управление, и коррекция работы управляющих компаний. Вот как очень сложно на них. Вот как-то они сами по себе, люди собственники сами, власть сама. Получается такая вот. Нет, ситуация такая и есть, она так идет. Как ее решить тогда? Общественники смогут в этом отношении какую-то тоже свою роль сыграть? Конечно. Здесь, прежде всего, надо опять же понимать, что у нас управляющая компания – это коммерческая организация. Для того, чтобы с ними выступать так же профессионально, конечно, нужен такой же, извините, профессиональный партнер. Мы, как ассоциация, в таком случае выступаем, именно когда представляем интересы жителей. И именно жителей, да. У нас эта возможность и есть. Но мы не будем и не имеем права, прежде всего, к уставу, решать проблемы какой-то одной квартиры. Вопрос решается конкретно касаемо управления всего дома, и в том числе помощь при составлении протоколов, при управлении многоквартирным домом, помощь при проведении, опять же-таки, таких же общих собраний. Но прежде всего, надо не забывать о том, что у нас с вами во многих многоквартирных домах, особенно если мы говорим о проблемном фонде, это Хрущевки и старый фонд, там до сих пор остались неприватизированные квартиры. А неприватизированные квартиры – собственник у нас с вами город. И вот сейчас как раз получается, что на базе ассоциации происходит объединение всех собственников, включая и города, когда решается вопрос не конкретно одной квартиры, а решается вопрос управления многоквартирным домом. Но надо для себя понимать, что все равно всегда должна быть желание собственника решить проблему. Вот мы сейчас разобрались с этими первыми этажами. Да, понятно, все. Вот теперь, как говорится, положение попало, что да, не требую, нужно общее собрание собственников. То есть да, до суда все эти вопросы будут решаться. Следующий момент, опять же-таки, это доказать и выработать механизм управляющей организации. Это так называемый реестр компетенции, кто за что отвечает. То есть мы сейчас уже собрали со всех райсоветов, именно собрали, досылают еще до 31 декабря, ждем, что называется. Это проблемные вопросы, плюс мы вставим туда какие механизмы решения каких-то проблемных вопросов и укажем госорганы или муниципальный орган, кто за это отвечает. И в январе отправим в эти органы. И у нас с вами, возвращаясь к вопросу управляющей компании или еще кого-то, кто-то из государственных структур, государственных, муниципальных, федеральных, должен будет сказать, что проблема, да, моя, обращайтесь ко мне. Или не моя, понимаете? Или же, например, вообще непонятно кому уйти. То есть задача нас как ассоциации сейчас объединить весь этот опыт и разработать, как мы его назвали, гражданский маршрутизатор. Когда каждый в конце концов... Сложное название. Сложное, согласна. Ну, так и проблем у нас легких с вами нет, конечно. И проблем легких у нас нет. Поэтому, если говорить про управляющие компании, на самом деле, ведь, ну как-то же у нас с вами внедрился закон о защите прав потребителей. Но научились же мы с вами в течение двух недель менять многие ситуации. То же самое здесь. Абсолютно здесь. Просто мы должны понять, что действительно, уже наконец-то понять, что мы платим за квартиру сами, что других денег на многоквартирном доме, кроме наших с вами денег, нет. И эти деньги научиться контролировать. Да, то есть вот это как раз вот работа с обращением граждан по компетенциям профильных органов власти. Вот это тоже вот так мудренно, но понятно, что вот вы будете упрощать вот эту схему. Такая-то проблема обращаться туда-туда. Да, могу сказать, что это в идеале хотелось бы, как бы к середине следующего года, если получится, опять же таки, может быть, глядишь, приду, отчитаюсь здесь же, здесь же в студии, вплоть до того, что сделать вариант комиксов. Ну, чтобы совсем было наглядно и понятно. Или выражаясь модным теперь словом, инфографика. Когда действительно будет понятно, вот проблема, вот вариант решения, к кому идти, и главное, чтобы у нас с вами государственный, муниципальный орган сказал, да, это мое, чтобы ГЖИ сказал, я здесь отвечаю, муниципалитет сказал, я здесь, министерство сказал, да, я вот здесь, вот прокуратура, да, вот с этим приходите ко мне, и тогда у нас, извините, вот эти вот 3, 5, 7 кругов ада, когда люди годами ходят по кругу и не находят варианта решения, мы каким-то путем придем к решению. Но с другой стороны, опять же, вот мы направим граждан в ту организацию, в эту, в эту, в ту же ГЖИ, они все на сегодняшний день завалены вот этими обращениями, уже сегодня завалены обращениями и заявками. Так, понимаете, почему? Все правильно. Но они завалены обращениями и заявками зачастую не по их профилю. Потому что в соответствии с законом... Конкретизировать. Конечно, по соответствии с законом об обращении граждан, ведь очень интересно получилось. Опять же, возвращаясь, для чего нужна общественная организация? Закон об обращении граждан говорит, что человек имеет право обратиться по компетенции со своими вопросами. Точка. Но 10 лет этому закону в этом году было, вот в 16-м году. Извините, но где этот реестр компетенции? Куда мне обращаться с деревом? Куда мне обращаться, если мне, я считаю, что мне что-то недосчитали? То есть реестр компетенции, то есть, по сути, механизма, о чем Владимир Владимирович тоже так же говорил, дайте механизмы. Вот мы сейчас и будем его, этот механизм, разрабатывать, чтобы к закону, по сути, приложился реестр компетенций. Какую компетенцию мне идти, если у меня, извините, ребенку сметаны не докладывают в детском саду? Или же, если у меня, например, течет что-то в квартире, куда мне идти? А сейчас, получается, есть только один закон, а куда идти дальше, непонятно. Поэтому следующий этап сейчас, вот мы же понимаем, что государство проходит пути становления, и законы проходят пути становления. Правильно вы говорите, все завалены. Почему? Потому что люди пишут во всей станции по одной и той же проблеме. А если мы будем понимать, что у нас есть одна инстанция, которая отвечает, здесь, знаете, понимаю, может быть, немножко так эмоционально, но тем не менее, есть старая, хорошая, опять же-таки, народная пословица. У семьи нянек, дитя без глазу. Вот когда у нас будет одна нянька, и одна проблема, и одно решение, вот тогда эти пути решения будут развиваться. Естественно, мы с вами перейдем к тому, через какой-то там промежуток времени, что у нас с вами выявится проблематика, которая ничья. Когда мы поймем, что вообще никто за это не отвечает. И вот здесь у нас с вами как раз возникнет ситуация, что нужно будет принимать нормативную базу. Что какие-то ситуации, ведь жизнь сейчас меняется колоссально, она меняется очень быстрыми темпами. И действительно, почему, опять же-таки, нужна общественность? Потому что вот темп жизни, темп изменения запросов граждан, общественность и доносит дальше. Ну не просто некая общественность, понимаете, а квалифицированная общественность. И об этом также было сказано в послании, что давайте будем понимать, что нужно профессионализироваться, давайте будем обучать тех же общественников, давайте будем понимать, что это реальный игрок на рынке, извините за термин, конечно, на рынке государственных муниципальных услуг. Мы должны слушать общественные организации, понимать, какую идею они несут и понимать, что с ними делать дальше. Да, вот вы сказали на рынке, а мне кажется, что на сегодняшний день вот как раз и пробел в том и состоит, что общественные организации от этого рынка оторваны, что между ними пропасть. А нужно вот так повлиять, чтобы вот этот рынок задорожал от того, что общественная организация может как-то ущемить их интересы в материальном плане. Закон приняли. Два закона уже есть. Извините, и в послании, и на заседании Российского народного фронта Владимир Владимирович сказал открытым текстом, включайте общественность. Общественность должна быть включена во все процессы. Не жадничайте, как было сказано, опять же, муниципальным властям. Не жадничайте государственным. Принимайте общественные организации как самостоятельного, профессиональной стороной партнера в урегулировании всех ситуаций, которые есть. А ведь фактически сейчас получается, что действительно многие решения принимаются без участия граждан. То есть, иными словами, налоги мы заплатили, а что с ними делать, нас не спросили. И, естественно, это вызывает у многих жителей, у большинства граждан вопрос, а почему со мной не советуются? Так вот, такие широкие общественные обсуждения, вся нормативная база для этого есть. Нормативные, как говорится, опять же, подзаконные акты разрабатываются. Важно теперь понять, что гражданам это тоже нужно, и они хотят этого. Но если граждане сами не будут активно принимать участие в этих процессах, ну тогда и без нас будут и принимать эти решения, что, наверное, недопустимо, на мой взгляд. Да. Есть такая форма работы общественных организаций, в последнее время она появилась, социальные проекты. Что это такое? Кто в них может принимать участие? На каком уровне? Здесь надо разделить на две части. Социальные проекты, социальное предпринимательство и общественно-полезные услуги. То есть есть ряд работ, которые государство сейчас получает или, скажем так, транслирует гражданам через свои структуры. Ну, например, помощь, опять же таки, так называемое социальное обслуживание, социальное обеспечение, помощь возрастным людям, помощь больным людям, помощь, опять же таки, людям, которые в трудной жизненной ситуации. Вот эту часть, очень принципиально сейчас, хотя бы 10-20% от этого процесса, очень четко, опять же, и в послании, и в нормативных актах сказано, что они должны перейти к общественности. Это один слой. Другой вопрос, это социальные проекты, когда общественные организации, понимая гражданский заказ, давайте так скажем, или запрос общества, разрабатывает какую-то, опять же таки, разрабатывает проект, доказывает его на уровне президентских грантов. Но вот приведу пример. У нас, как начала, опять же таки, ассоциация, почему она такой сильный толчок получила? Потому что мы в прошлом году, извините меня, подали заявку на президентский грант, и мы получили этот президентский грант на помощь ветеранам-собственникам. Извините, и ветеранам-собственникам действительно многие инструменты были разъяснены, и люди получили свои механизмы. В суд-то мы на основании чего сходили? Извините меня, это же живые люди, живые юристы, они ведут эту работу. Соответственно, в этом году мы уже отчитались и идем на другое финансирование. Важно понимать, что есть результат. Поэтому социальный проект, это когда у нас с вами государство выдает деньги на то, чтобы действительно получить социальную выгоду, давайте назовем так, от помощи тем людям, где государство не успело помочь по какой-то причине. И здесь очень важно показать, еще раз повторюсь, результат. Важно привлечь широкие слои, как принято говорить, граждан, но целевую аудиторию. То есть если мы понимаем, что у нас ветераны-собственники, значит мы говорим о ветеранах. Если мы понимаем, что у нас с вами, извините, молодежь, вот как сейчас мы будем заниматься развитием проекта «Онлайн-школа молодого правдома». Ух ты, интересно. Просто один пример, и на этом, наверное, важность общественных проектов, можно немножко так подвести даже итог. Ведь вопрос-то о чем звучит? Одно ТСЖ, например, правильный, одна там управляющая организация, ну ТСЖ прежде всего, председатель ТСЖ в одном доме, ну возьмем стандартный девятиэтажный, Ленинградку так называемый, получает где-то 15 тысяч. Но реально один нормальный человек, вот просто я знаю таких людей очень много, кто берет на обслуживание 4-5 домов, извините, это уже деньги 50-60 тысяч. И это то трудоустройство, которое сейчас, вот оно, свободно. Занимайте, учитесь, и молодежь спокойно может начать в этой сфере работать. То есть мы говорим о создании новых рабочих мест, о перепрофилировании молодежи, что действительно люди будут не просто где-то работать и не понимать, что они не востребованы, а действительно перепрограммировать достаточно большую сферу жизни, которая касается того ЖКХ. То есть самих же собственников включить в управление собственностью и действительно зарабатывать деньги и понимать, что они не только зарабатывают деньги, но и, собственно говоря, не дают украсть деньги граждан, которые зачастую управляющих компаний уходят не совсем туда, куда хотелось бы. Но вы считаете, что ТСЖ – это самая эффективная форма управления собственностью? Да, на самом деле, да. Конечно, управляющие компании тоже работают. Из-за этого будущее вы видите, да? На мой взгляд, да. Потому что ТСЖ, вот там, где… Просто приведу один маленький пример. Вот сейчас очень много говорят о долгах, которые есть перед ресурсниками или там перед кем-то, опять же, по ЖКХ. Так вот, в ТСЖ, ЖСК в основном платежи граждан доходят до 90 и до 100 процентов. То есть там проблемы не платежей практически нет. Потому что люди видят качество услуги, люди видят услугу. В управляющих компаниях, извините, хорошо считается, когда 60 процентов собираемость. Где разница? Отсюда вопрос. Люди готовы платить. Государство готово выдавать. Все готовы помогать. Важен результат. И когда ты можешь сказать, что ты сделал, отчитаться за конкретные вещи, конкретным результатом, с тобой будут работать, тебя будут поддерживать и будут слушать. Да, и последний вопрос. Коротко. Ваши личные впечатления от того, что вы были на съезде ОНФ, и вот что у вас осталось? Очень коротко. Знаете, если говорить о личном ощущении, конечно, прежде всего, это очень сильное ощущение от Владимира Владимировича Путина, конечно. Конечно, сильный человек, абсолютно понимающий, что он делает, и самое важное, понимающий степень ответственности за то, что он делает сейчас. Это действительно поражает, поражает количество информации, когда он может оперировать и понимает, что он делает. Понятно. Подготовленность, работоспособность, стрессоустойчивость и, знаете, внутренняя огромная сила. Вот это поразило прежде всего. Спасибо вам большое за ответы, за информацию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok